здорово пацаны уже первое здание на сегодня стянуть этот чудо чудо курятник в общем я сегодня думал федя федя думал думал я да и решил все-таки его поставить на гектаре а вокруг него вот так вот его обгородить сеткой и куры и куры кто угодно может жить а его тоже обделаем такой же крыши как наш домик каким-нибудь зашьем тоже под дерево и будет красивый и будет здесь красота не так можно и знак забитанируем землю что-нибудь короче надо подальше от дома что-то надо вот так вот надо приподнять и доску поставить давай туда две двойных поднимать да а приподнимайте еще и толкайте как вы выжили маленький курятничек за если бы он был такой вы вообще его не подняли вообще будка для для дико саня саня надо теперь чего-то на них стояла так видишь двери не открываются один сзади да были вот так на эти доски можно кинуть ну давай так же как и домик поставь на таких колодок и обошел ой будет круто будут снизу прятаться от дождя нужно один навесик сделать длиннее чтобы они там прятались днем от дождя знаете почему такой тяжелый был как чего-то горю там с той стороны а сколько пчеловод его делал дней нам как черновой каркас вот такой красивый но потом вода колодки постами даже пока не буду убирать это и все пол пол с навозом конечно а мы не знаем не думаем что он такой тяжелый такси я бы вчера сюда еще 20 яичек забрали прикинь а куры не дам пора уже сюда кого-то селять будем селять кого-нибудь придется завтра привезти не надо никого вести вот димка тебе и домик дик иди на место дик иди сюда заходи заходи место заходи молодец хорошая собака пошли пару 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 шиферин прибьем и поехали в город пока прицеп есть у нас пока отцу не отдали нам надо смотри утеплитель надо шалевка надо палубная доска надо фанера надо окна надо нам короче на сюда возить и возить и возить каждый день надо ездить в город и что-то возить домик доделать пока прицепись хоть что-нибудь сегодня привезем поехали нас помощников это просто капец поэтому с отрыванием мы сейчас уезжаем на два часа саша и диме федя найдет работу а тебе надо вот видишь на тот стол тут у меня будет электропастуха сеть и от него мне надо в земле пустить два провода ну то есть начни копать я уверен что и закончишь вот на тот стол я думаю 30-40 глубже не надо главное дорогу пока не трогай я уже когда привезу туда дорогу последний момент а то мы сегодня не проедем не выйдет и вот сюда вот сюда и такую траншейку 30-40 метров а мы поедем привезем стройматериалы и буду тебе помогать но давай что-то короче тетя давать чтобы сделала пока мы не сидели команду вот я сегодня просто бригада держи я подъезжаем домой девчонки полюбили не меня девчонки полюбили трактор из сейчас тебе димка скинут что-то ну я скажу все как у мерседеса три педали сцепление тормоз газ коробка передач назад есть тебе это нравится я хочу больше будет больше специалистом соберем ролик по нибудь сбросим по сборке но соберем все белка пошла а а а а а а Белка ждет. Белка, будешь уже в прицепе кататься? Таше, ты понравился. Таше, ты понравился. Таше, ты понравился. Друзья, вам не кажется, что на хуторе движуха серьезнейшая идет? Трактора, USB. В общем, мы привезли с городом 20 листов USB, должно хватить на наш домик. Но и привезли улья. Вот сюда, смотрите. Вот на этих ульях, это будет место кровати. Вот здесь, здесь, это рамка для пчел. Это все закрывается. Человек, матрасик ложится, и это кровать. Аромат. Тут, конечно, надо еще сеточку наложить. Аромат будет идти в дом. Вот, вот такие улья. Пацаны, помогите разгрузить. Выгружаем. Так, это кроме котлет вам всем по кружке. Спасибо всем, там шашумы за последнюю. Спасибо большое. И по ложке, по ложке тоже. Спасибо большое. Попалась Дики Найда. Не знаю, даже не смотрел. Всем три раза. Так, вот котлеты рубленые, котлеты обычные. Пицца. А на это кто? Это белая собачка. То, что мы нашли, да? Белая собачка. Дик мне очень, может, нравится. Так, все, Петя, вы сейчас опять на Минск поедете? Да, да, сейчас сразу туда на Минск. Ой, это бедные. Куда же можно привыкли? Тут камеры везде, везде 90-70, 90-70. 120. Есть 120, да? Мы под подмельску тратим. Сейчас больше покажем. Камера с техосмотом. В чем скоростная. Петь. Все, Дмитриевич, приятно было познакомиться с вами. Спасибо. До свидания. До свидания. Увидеть вас оффлайн, как модно говорят. Обещаю, что трактор не поломаю. Хорошо, спасибо. Хорошо, все. Еще раз до свидания. До свидания. И тебе пока. До свидания. Поехали. Так, пацаны, кто работал в колхозе, разбираем, смотрим, изучаем. Сколько тут цилиндров. Давай. Давай. Нормальный аппарат? Все, здесь дизельное топливо заливается, здесь масло. Новый, абсолютно новый, три бака сказали съездить и выменять масло. Три бака соляры съездить, и тогда меняем масло. Как, нормальный аппарат? Нормальный. Ну, так сколько здесь цилиндров, пацаны, трактористы? А? Бо я же тоже не разбираюсь особо. Что ты прочитал? Все, внимание, собираюсь в дистанции отношения к движению. Движение механики. Наверное. Или ты? Один. Один цилиндр. Один цилиндр? Движение механики. Ну как, пацаны, вы настоящий тракторист, вы что молчите? Скажите что-нибудь? Саня, скажи, как тебе? я же еще не ездил на нем так ты не будешь я буду ездить ты бывший тракторист и я будущий а ты книжечку взял инструкцию это фея так мы что завтра дом на дереве делаем или собираем прицеп собираем фрезу и собираем плуг опять на на хоторе работы прибавилось будешь пахать еще возьмешь косилку косилку с другим трактором сказали привезут чтоб на зиму корм заготавливать но я тебе сказал на 30 сантиметров ты тут полметра выкопал но это хуже не будет это даже лучше ну что устал завтра завтра закопаем там где машина едет кинем кабель и закопаем с тобой потому что уже заход солнца ну молодец завтра приедешь уху не денек до нормальный аппарат рада массу выключили все ну шо я теперь как почтальон печкин теперь когда у меня есть трактор я буду как это злой не буду ты был злой потому что тебя его не было даже мне трактора не было я думаю что я на нем больше ездить будет чем ты я тебе дам свой трактор я не тогда еще один хорошо тогда мой паса твой трактор этот трактор дороже чем наш посад стоит но за наоборот мой трактор поворотники все так ребята уехали друзья ну что надо какие-то сделать выводы итоги сегодняшнего дня траншея для нашего монтажа электропастуха почти выкопано крыша с другой стороны домика тоже почти накрыта то есть мы имеем сейчас с одной стороны почти накрыта с другой стороны почти накрыта и завтра уже крышу мы доделаем наши столбы зачищаются подводятся с подвозятся стройматериалы сегодня мы привезли сюда улья сегодня уэсби плиту мы привезли и сегодня нам привезли абсолютно новенький трактор даже с набором инструментов с фрезой с плугом с прицепом но друзья вы сами видите что на хуторе происходит событий за день за один день вот столько делается работы тоже много за день а планов тоже вот столько одному но здесь вообще никак не справится один вообще бы я не справился то есть один в поле не воин хорошо что у нас есть помощники и хутор мы быстрее обустраиваем и вам есть что показать ну и кто-то конечно же сразу скажет но ты дима вообще обурел бригаду нанял трактор купы уже вообще мажор стал да но на самом деле все не так на самом деле как все было с этим трактором один подписчик в комментариях написал дима тебе бы ослика ослик об тебе и вот директор компании россель в этом же к в этом же комментарии написал хотите вам трактор подгоню то есть вот кто свидетель этого сейчас прям в комментариях напишите что я не сочиняю я говорю напишите в личку обсудим ваше предложение как это подгоню трактор и мы с ним пообщались по телефону по вайберу и сегодня он приехал к нам и привез трактор человек честный и открытый даже это свидетельство о том что он говорит я говорю ну как бы логичнее да как как многие блогеры делают они говорят вот я купил трактор вот так вот полгода покатаются и типа продал купил другой как директор этот сказал делать мы просто говорим правду подарить конечно же он не может это как бы как бы и как бы ему канал наш не нравился моему си не симпатизировали трактор стоит аж 9000 белорусских рублей но дать на сезон без проблем то есть то есть геннадий директор директора этой компании rossel смотрел наши ролики бери без проблем трактор понравится тебе понравится твоим зрителям мы дадим даже другой трактор другое навесное косилку без без проблем и ведь просто говори правду что дали попользоваться дали на время дали на обзор хотя действительно мог бы сказать обгони скажи что купил повторяйте за мной покупайте тоже просто мы его тестируем ездим говорим все плюсы все минусы как как новичок то есть для других фермеров какую скидку для канала мы выбили три процента три процента на такой сумме как этот трактор там есть 8 или 9 наименований тракторов разных этот примерно средний по цене 9000 есть там и за 6 есть конечно и за 12000 какие первые впечатления ну зла и зла тебе подходит какие первые впечатления конечно выглядит он он так выглядит кому-то кажется сейчас сядешь и сотку выжмешь и по излетишь на самом деле это всего лишь трактор это не квадроцикл на котором сядешь и поедешь это едешь и все для нашего гектара для нашего гектара это супер бомба это супер класс даже у меня полгода уже лежат дрова на той полной части гектаров трех местах и я каждый раз когда иду туда каждый раз когда иду туда по 2 по 2 этих бревна несу назад а теперь я лучше два раза съезжу на тракторе с прицепов и привезу еду электропосту натягивать вкинулся в прицеп и поехал так что ссылка конечно же будет на youtube канал россел будет в описании ссылка на сайт россел будет тоже в описании и иногда будет попадать к нам вот такой вот трактор будем будем им пользоваться пока что конечно он не нравится он не нужен вот конечно прибавилось еще проблем надо будет действительно фрезу делать настраивать лук настраивать а у нас надо огораживать электро пастухом и по гектар и делать домик фу если в если не было у нас помощников чтоб я делал вообще почему именно нам дали этот трактор почему нам доверили вообще представьте это димаш может быть каким-нибудь алкашом и сейчас уже по по полям по лесам по по колхозным полям или там в дерево завалить в первый же день конечно же нам доверяют и доверяют не только потому что мы такие хорошие а благодаря тому что у нас большая аудитория потому что вы именно вы подписчики у нас живые активные поэтому это вот этот трактор это заслуга не только на наша личная с валентиной но и ваша да это заслуга от чередичного хутора и подписчиков поэтому будем ездить тестировать нам намного будет легче поднимать хутор с таким трактором все все дорогие друзья заканчиваем ролик всем пока пока а 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 и и а а а а а Думают, что это чужой кто-то едет. Думаю, что это чужой кто-то едет. И гараж. Ну все, трактор под тентом. Идем кушать супчик. Слушайте, что еще хотел сказать? Вообще, очень приятно было пообщаться с этим директором, который не заставил выдумать эту легенду, обманывать, что мы его там действительно купили. Мне это приятно. Сказал обзорчики делать, говорить правду. Что еще хочу сказать? Трактор, да, он не белорусское производство. Все комплектующие везутся с Китая. А собирается все в Беларуси. Комплектуется, все есть. Поэтому с гарантией, с запчастями, ну я думаю никаких вопросов и никаких проблем нет вообще. Вот. Все, пока. Пока. Пока.